Расхитительница Гробниц Ей предстоит оказаться на таинственном острове, куда она попадает после кораблекрушения, вызванного таинственной бурей. С этого момента Ларе предстоит сражаться за свою жизнь с бандитами, с дикими животными и мистическими стражами бури, с которыми связана древняя тайна острова. Новая Лара Крофт настолько запала в душу игроманов, что в 2018 году вышла экранизация по сюжету именно этой игры. Закрой гробницу раз и навсегда. Судьба человечества теперь в твоих руках. Интересно, что к моменту выхода фильма у игры случилось продолжение. Вышло две новые части. В одной событии разворачиваются в Сибири, куда Лара отправляется с целью разгадать секрет бессмертия, а в другой — остановить надвигающийся апокалипсис. Но об этих играх поговорим потом. Чем же отличается эта игра от оригинальной серии? Ну, хотя бы тем, что теперь имеет более приятную графику. Но и это не все. В Tomb Raider игрокам предстоит исследовать огромный остров, пройдя его вдоль и поперек. Мир игры открытый, что позволяет Ларе пройти фактически куда угодно. Хотя в некоторые места получится попасть только по сюжету или после получения определенных навыков. Героине предстоит не только путешествовать и добывать сокровища, но и защищаться от напасти, и в чем ей пригодится несколько видов разного огнестрельного оружия, а также лук, которым Лара будет вооружена на протяжении всей игры. Еще она будет часто получать удары, гореть и попадать в медвежьи капканы. Кто ты такой? Подозреваю, ты уже знаешь. Три нати. Являясь приквелом к первой игре серии, Tomb Raider показывает превращение Лары Крофт из выпускницы археологического университета в расхитительницу гробниц, лихо управляющейся с двумя пистолетами. И если вы хотите снова проследить за этим превращением, то в вашем распоряжении целых три игры и один фильм. А я желаю вам доброго утра и отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok